Субтитры делал DimaTorzok Мы хотели поговорить с местными жителями, но теперь даже не понимаем, сможем ли выйти в прямой эфир. Сколько стоит революция и кто до сих пор греет руки в масштабах страны? Это паралеку в сорных фирм с документами Курченко. Можно спокойно сидеть в Москве и стричь бабки в Украине. От Майдана до войны. О цене народного бунта рассуждают на передовой. Я там сквозь не видел, браво-браво-береплощен. Обсудим всей страной прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Специальный выпуск. Майдан. Вспомним все. Ну а еще обязательно разберемся, почему Майдан изменил людей, но власть не изменил. Что мы приобрели и что не успели сделать за этот год. И о чем жалеют те, кто вышел тогда на улицы. Именно этих людей, тех, кто ровно год назад первыми начинал протесты, мы собрали сейчас в разных городах Украины. От юга до запада. И наша главная площадка, она просто на Майдане незалежности. Там мой коллега Сергей Кудимов и член совета Майдана, писательница Ирена Карпа. Сергей, Ирена, а о чем говорят сейчас на Майдане? Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Украина. В ближайшие два часа мы будем здесь включаться с Майданной незалежности. Вместе со мной Ирена Карпа, известная писательница и певица. Студенты, активисты, люди, которым не все равно. Не переключайтесь. Спасибо. Вернемся к вам обязательно. Спасибо, что несмотря на снег, я вижу, что снег идет. Вы на главной площади страны. Будем говорить с вами. У Львови наш журналіст Веніамін Трубачов та ті, хто стояв на Львівському Майдані. Вітаю, дякую, що попри холодную погоду ви теж з нами. Який у вас настрій? Так, Дмитрий, я сейчас находюсь сейчас в самом центре Львова. Поруч тут был свой Львівский Евромайдан. Стояли наметы, стояла сцена, приходили люди. Вони были солидарны с теми людьми, которые выходили в Киеве на Майдан Незалежности. И сейчас люди, которые были организаторы, это активисты, которые организовали Львовский Евромайдан, находятся поруч с мной. Сейчас они занимаются волонтерской деятельностью. Дехто помогает бейцам на фронте. Дехто даже сам пошел на фронт. И все они готовы высловить свою думку с приводу речницы Майдана. Но и насамперед, они бы хотели привітатися с Украиной и с Киевом. Прошу. Слава Украине! Слава! Дмитрий. Дякую, Львів. Будем с вами на зв'язку. Будем вас чути сегодня. И в Одессе. В Одессе активисты год назад традиционно собирались около памятника Дюку. Вот именно сейчас там наша площадка. Удивительно, но Южная Пальмира единственный город, где люди смогли в годовщину Майдана зажечь огонь в бочках. Помните этот символ Майдана? И вот, что интересно, во Львове, и что самое удивительное, в Киеве, категорически запретили разводить огонь. Во Львове лично мэр табу наложил, в Киеве милиция. Ну, может, третьего Майдана бояться. Ладно, Андрей Анастасов с нами сейчас на связи из Одессы. Андрей, ну а в Приморском городе, в моем родном городе, какие настроения? Добрый вечер, Дмитриевич. Ну вот, я не знаю, как началось с остальных городов. Может быть, там праздничное настроение, но в Одессе все иначе. Дело в том, что борьба здесь продолжается и сегодня. И происходят столкновения с милицией. Люди ставят палатки снова на улицах, как и ровно год назад. И об этом хотелось бы поговорить. О протестах, о люстрации, чего добились. Люди пришли на Приморский бульвар к памятнику Дюк и Дарюшилье. Специально собрались для эфира. Мы ждем общения, Дмитрий. Спасибо большое. Ну и еще один город. Мы очень хотели, чтобы сегодня полноценная площадка у нас с вами была в Дебальцево. В серой зоне, в Донецкой области мы хотели услышать людей, которые, ну, не то чтобы против Майдана, а скорее вот до сих пор не поняли, ради чего киевляне взбунтовались, зачем тысячи людей боролись с режимом, считая это единственным средством что-то изменить в стране. Там сегодня очень мощные обстрелы, много разрушений, есть раненые. И нашу камеру в Дебальцево пришлось срочно унести с центральной площади. Наш корреспондент Андрей Лащ, насколько я понимаю, у нас пока нет картинки. Он пытается установить связь со студией. Андрей, если есть и телефонной связи нет, как только появится, сразу узнаем, насколько напряженная там обстановка. Ну, судя по тому, что даже на телефонную связь выйти не удалось. Наверняка все очень сложно. Окей, еще раз спасибо всем тем людям, которые вышли на главные площади в Киеве, Львове, Одессе, чтобы быть не просто зрителями, а участниками этой программы. Майдан, Ирена Карпа, я хочу спросить, вот глядя на кадры обстрелов, следя за новостями фронта, а что вы сегодня думаете? Ведь очень многие люди на Востоке уверены, что вот это Майдан, мол, виноват. А, Ирена, у тебя, у тех, кто рядом с тобой, какие ощущения в этот день, в день годовщины? Ну, мне хочется поцикавиться, я позднее задам это питание, или не было бы втрачено больше життей и больше территорий, если бы остался при владе, например, Янукович. И в этот день я в никакой разе не буду шкодовать про то, что случилось. Я очень боюсь тем, что у нас есть такие дни гидности, потому что народ изменился. Изменилось что-то в головах у людей, всем стало понятно, что Янукович просто так не может пойти, он сидит в каждом жеке. И в эти дни, бачите, даже погода такая, и можно взять даже каску с собой, понимаете? Это были прекрасные дни, когда ты понимаешь, что люди в масках и в касках, это, как правило, хорошая людина. Тому мне очень удивительно, почему сейчас заборонили разводить огни в бочках, и что плохого в теоретичном третьем Майдане, если это было выявлено. Подеи были абсолютно уникальными. В какой еще стране Ультрас может стоять на защите мирных демонстрантов? Вот, все-таки, Майдан – это такая речь, которая объединяла абсолютно непоединенные между собой социальные группы, когда рядом стояли миллионеры и безработные студенты, и пенсионеры, понимаете? Мы сейчас стоим в историческом месте, біля Стелли, где произошло первое побитие студентов, власне. Побили детей, пришли родители. Побили родителей, пришли дедуси и бабушки, понимаете? Сталося что-то, что объединало людей. И эта солидарность дальше, вот вы запитывали про войну, эта солидарность переросла в величезный волонтерский рух. Мне кажется, что так как наш народ поддерживает сейчас армию и пытается вселяко допомогти в этой борьбе за мир, так в принципе в никакой другой стране такого не могло бы себе уявиться. И мне кажется, что так или иначе, смотрите, мы сейчас уже не боимся выходить на улицу, мы не боимся в милиции, правильно? Мы больше не хотим вдягать футболки где-то в Европе. I'm sorry, I'm ashamed for my president. Пробачите, мне соромно, что у меня такой президент. Потому что, ну, как минимум, не соромно, потому что Порошенко говорит не найгіршую англійськую. И, наконец, в любом случае, это была зима, которая нас изменила. Я особо мечтаю про то, чтобы закончилась эта война, потому что гинуть сейчас найкращие люди. И очень важно, очень гирко про это говорить. С нами также есть люди, которые были в ОТО, они еще свою думку висловляют. Но самое важное, чтобы понять, что когда народ пережил такие события, как мы пережили на Майдане, в никакой разе, никакой другой режим уже не позволит так и с ним поводиться. Будут бояться. Потому что тут такой закон. Придет новый режим, который не зависит на гидность, на свободу людей, на права человека. Он будет так же сметен, как и был сметен в предыдущем. Байдужи, в какую он сурочку вдягнется, в какой он колор перефарбируется. Янукович ничего не боялся. Ну, ему так давалось. Что-то на него и погубило. Мне сказали, что это были результаты. Ирина, спасибо. Мы вас еще почуем. И мне очень интересно поговорить с теми студентами, которые, насколько я понимаю, рік тому были на Майдане. Чи они не разочарованы. Мы буквально за 5 минут до вас повернемся. А пока Борислав Береза, один из лидеров правого сектора. И теперь уже народный депутат. Он только что подъехал в нашу студию. Борислав, здравствуйте. Приходите вот сюда. Скажите, а вот ваши эмоции год спустя? Нет чувства, что они за то боролись? Нет чувства, что добились до конца всего, чего хотели. Меня вот перед тем, как сюда запускать, спрашивали. Борислав, вот вы не жалеете? Я говорю, нет, не жалею. И если бы повторить, я бы опять вышел. Потому что в тот момент был вариант. Либо бороться за то, чтобы возможность хотя бы оставалась жить в Украине. Либо уезжать. Принуждали. Тогда бы оставалась жить только одна семья Януковича и талантливые семьи, близкие к этой семье. Больше никто бы не остался в этой стране. Все остальные были бы уже обслуживающим персоналом. Мы боролись за то, чтобы у нас было право жить в свободной Украине. А на сегодняшний день мы боремся. Да, мы должны признать, революция еще не закончилась. И мы боремся за то, чтобы жить в самой Украине. Мы пытаемся сберечь сейчас Украину. От контрреволюции и от внешнего врага. Просто эта фраза «революция не закончилась» говорят достаточно часто. Там к месту и не к месту. Пытаются этим оправдать потерянный год. Год, в который не было реформ. Год, в который Украина не сделала серьезного рывка в сторону Европы. Именно потому, что Украина ничего не сделала. Именно поэтому революция не закончилась. Если бы были проведены не только реформы, но и были выполнены все обещания, которые были даны на Майдане. Помните, когда мы расследуем все преступления. Мы поднимем экономику, мы накажем всех, кто виновен. А самое главное, что ни один человек, помогавший режиму Януковичу, не уйдет без наказания. Будем говорить об этом сегодня. У нас сюжет целый. Будем как раз очень подробно говорить об этом. Хорошо, вот еще один вопрос. Вы теперь народный депутат, вы в новом статусе, но буквально там завтра уже должны появиться в Раде, правильно? Не получится ли так, что не вы изменили систему, а система изменит вас? Не вас лично, может быть тех, кто будет рядом с вами в этом парламенте. Не получится ли так, что, ну вот знаете, у нас Верховную Раду, там часто называли Верховная Зрада, что опять появятся эти слова уже в отношении новых депутатов, людей, которые с Майдана пришли? У нас нету права на ошибку. Если мы не выполним то, что от нас ждут люди, если мы не сможем очистить власть в полном смысле этого слова, если мы не добьемся результата, то это может привести к Третьему Майдану. И на сегодняшний день мы видим, что к этому все плавно идет. Но Третьий Майдан может обойтись самой Украине очень дорого. Мы потеряем Украину. Давайте вот как раз о Третьем Майдане и о том, что люди чувствуют, спросим у тех, кто сейчас на Майдане. Ирена, Сергей, давайте обратимся к ребятам. Студенты, которые год назад вышли на это же самое место, спросите их, пожалуйста, а склонны ли они подождать или, если что, они готовы устроить Третий Майдан? Да, Дмитрий, давайте все-таки, вот с нами есть студенты, которые были здесь вот в ночь того первого жестокого кровавого разгона. Здесь на Майдане на заложенности, вот прямо возле этой стелы Александр, вот был один из них. Саша, вот 30-го числа вся страна проснулась, собственно говоря, в такое ощущение в другой стране. Какие эмоции были у вас тогда и вот год спустя, что вы чувствуете, когда приходите сюда? Ну тогда, если честно, какая-то была гордость за то, что действительно страна поднялась, а самое главное студенты. Студенты, как бы молодое поколение вышло сюда, отстает свои права. Но вот когда начался разгон и вот эти все эти события, честно, была огромнейшая злость. Конечно, очень хотелось срываться сюда, но родители все-таки не пустили, не пускали, но все-таки я чуть позже вырвался. И стоя здесь сейчас, я, если честно, я очень рад, что все получилось именно так. Но иногда, смотря на те места, где были некоторые события, сердце все-таки еще бьется тесно. Спасибо. Я людина такая, которая была тут под час побития. Скажи два слова. Я вам хочу сказать единственное, мне очень рад, что сейчас все это не разобрено. И мне очень рад, что эти люди, которые пришли из Майдану, зокрема, в Министр внутренних справ, не позбирали эти дела. И уже эти люди, которые на побитие людей все-таки причетны, что они все-таки не наказаны. И, Борислав, ты очень хорошо знаешь, это твое личное задание, как задание тех людей, которые голосовали за 16 сечня. Это наш, тебе и всем депутатам наказ. Они не имеют права. Ну и давайте про третий Майдан, да, все-таки был вопрос со студии. Возможен ли он, при каких условиях он возможен? Я прерву вас на минуту. На самом деле у нас только что появилась связь с Дебальцевым. Вот именно с этого месседжа, с этого вопроса мы к вам вернемся. На самом деле, с самого начала программы мы ожидали, что у нас будет еще одна площадка в Дебальцево сорвала связь. Потому что очень сложная ситуация. Нашей камере, нашей группе пришлось просто в подвале отсиживаться. Только что я понимаю, что Андрей Илач вышел на связь. Андрей, где вы, что с вами и какова у вас ситуация? Да, Дима, приветствую. Мы находимся в подвале исполкома, в мэрии. Можно сказать, здесь, кстати, заседает вот эта самая комиссия, которая... Поправьте меня, по урегулированию конфликта, да, вот мирно, именно мирных способов здесь ищут. К сожалению, мы вынуждены выходить в эфир здесь. Хотя вот, несмотря на то, что целый день и двое суток здесь продолжается беспрерывный обстрел с градов, там, минометов, танков, с обеих сторон стреляют. Но не в этом-то суть. Люди пришли, несмотря ни на что, и они хотят сегодня высказаться. Вы видите, нарисовали даже специальный плакат, потому что люди с июля месяца фактически живут под постоянными обстрелами. Мы их обязательно выслушаем. Дим. Спасибо большое. Будьте с нами на связи. Если связь сорвется, попытаемся ее еще установить. Нам очень важно вас услышать. Борислав, мы сейчас вернемся к Майдану. И я хотел, да, к вам обратиться с тем вопросом, о котором девушка говорила. А как сделать так, чтобы все эти дела были расследованы? Есть ли вообще шанс? Я хочу изначально сказать, видите, надпись «Хватит нас убивать, мы хотим мира». Хороший плакат. Жаль только, что те, кого ты должен увидеть этот плакат, его не увидят. В России интер не транслируется. А это должны видеть россияне. Они должны понять одну вещь. Они нас убивают. Они пришли на нашу землю. Они рвут Украину на части. И до тех пор, пока эта мразь не будет вычищена с Украины, у нас будут беды и проблемы. Сегодня, кстати, было интервью Путина, где он говорил о том, что не исключает переизбрание еще на следующий срок. И о том, что, в принципе, он считает, что в ситуации с Украиной нет ничего экстраординарного. Ну, вот так это все видится из Москвы. Давайте вернем Майдан. Если можно, верните Майдан. И я хотел бы, чтобы... Брюслав, вы обратитесь вот к девушке, которая вас сейчас попросила, сказала, что это ваше задание сделать так, чтобы эти дела были расследованы. Ответьте ей просто. А я видел, там афганка была. Поэтому я ей скажу, что я все услышал, я помню. И мы это выполним. Сережа, по поводу третьего Майдана, задайте вопрос. Мы готовы вас услышать, и потом обратимся к Львову и Одессе. Александр, третий Майдан возможен ли он и при каких условиях? И вы лично выйдете ли на третий Майдан, если он будет? Знаете, Янукович думал, что другая революция неможлива, а она сталася. Тому, безумовно, третий Майдан возможный. Можливый в том случае, если, шановные паны депутаты, вы не будете выполнять таких обещанок, которые, власне, дали. Поэтому вы должны понимать, что на вас лежит надзвичайная ответственность. И весь народ Украины стежит за вами. Спасибо. Спасибо большое. Давайте обратимся к еще двум городам, которые нас не просто смотрят. Они сегодня не только зрители, они участники нашей программы «Львов и Одесса». Ну, на самом деле, какой-то такой стереотип, что Майдан – это только киевские события. Далеко не так. Давайте Львов спросим. Панове, в месте Лева, за каким настроем встречают эту речницю? Розгубленные, незадоволенные, счастливые. Чи есть Львов у нас здесь? Будьте, пожалуйста. Організовывали Евромайдан. Ось, поруч за мной находится София Федина. Вона была голосом львовского Евромайдана. Мы постоянно находились на сцене. Скажите, пожалуйста, с каким настроем вы встречаете речницю Евромайдану? Если бы вы год тому знали, что будут такие события, частина страны будет оккупирована, будет война, вы бы вышли снова? Я встречаю эту речницю с уверенностью в нашей победе, в победе нашего войска, а так же с великой злистью на то, что не настолько эффективно проводятся реформи. И, возможно, нужно обезлиться целому народу, чтобы наконец-то довести справа до конца. Но если бы выйти еще раз, выйти однозначно. Правда, эти факты, которые сейчас называются война, девальвации гривней, разные проблемы социальные в государстве, это и похитные проблемы от того, что на самом деле не было сделано во время этой революции. Первое, это было бы очищение. Очищение влади. И такая нечесть, которая голосовала за законы 16 сечня, не мала права потрапить в парламент. Но им у этого помогали разные государственные структури, и, в частности, и телеканал Интер. Другой момент, это мае быть кара. Кара мае быть за злочин. И если убивали майданівців на майдані, то все эти люди мают сидеть. Если один депутат отдавал Беркуту наказ стріляти по майданівцям, то чому этот депутат досі разгулює вільно по улицях? Если где-то позволяет себе из-за складов у моих підопечных киборгів красные бронежилеты, или тепловизоры, то нужно руку рубать, чтобы весь мир знал, что это злодей. И другий момент, мае быть правда. Правда в том, что есть действительно проблемы у войску, есть действительно проблемы с израдниками. Но про это нужно говорить открыто. А главное, что сейчас нужно говорить, это то, что у нас не антитеррористическая операция, а что у нас война. Война Московской Федерации против украинского народа. На нашей территории, куда они вперлися. Ну, про войну, что мы поговорим, Дмитрий, у нас еще один есть герой, это Василь Молдаван, один из тех людей, тех активистов, которые первыми подали заявку на проведение митингу в Львове. Это после того, 21 апреля минулого года. И установили первые наметы в Львове, организовали сцену. Скажите, пожалуйста, через год, есть ли у вас есть какое-то, возможно, разочарование, и каким настроем вы встречаете эту речницу? Доброго вечера. Я полностью солидарный с Софией. Я также солидарный с фразой, которую сказал ведущий, что революция еще не закончилась, и она будет продолжать и продолжать. Но, на самом деле, давайте сгадаем, что год назад мы вышли на улицу через то, что влада изменила свой курс и отказалась подписывать угоду по Евроасоциации. Потом наши вимоги в истории Евромайдану революции и гидности менялись. Это была выставка президента, выставка уряду, люстрация, уничтожение коррупции, ульгархичного способа управления государством, полная перезагрузка государства, изменение сознания государства и вообще сознания украинцев. Что мы имеем на сегодня? Лише две вимоги Майдану. Это технично. Нет президента и уряду Азарова, и самого Азарова, потому что они втекли. Все решта есть нивелирована, все решта есть просто проигнорована. И даже мы помнимо всех, кто вчера дивился телевизор, как президент подписал указ про надание статусу Героя Украины всем загиблим участникам на Майдану. Только после того, когда пришли мамы и тати, тих хлопцев и девчат, которые там загинули, и просто-напросто его криками ганьба выгнали звитом из Пельцового Христа, Героев Небесной Соти. Я могу констатовать, что на сегодня появляется контрреволюция в стране. Мы вспомнили про людей, которые голосовали за законы 16 сечня. Сейчас в новом парламенте присутствуют 64 депутаты, которые голосовали. И они пришли в Верховную Раду не только за списками опозиционного блоку, а и за списками опозиционных, проевропейских, проукраїнских партій. Что до третьего Майдану, на жаль, я так собі вважаю, что сначала нам нужно выиграть войну, а потом нужно будет разбираться, возможно, и третий Майдан будет так же. Ось такий, Дмитро, настрой сейчас у Львови, у львовских активистов. Дякую, хотел Борислав до вас вернуться, а я просто особисто хочу сказать пані Федине, яка щойно згадывала канал Интер, это для нас всіх тоже был очень важный период. Я не был в этот период особисто в эфире, я не могу коментовать то, что делала другая команда, но был такой период для телеканала Интер, это была другая команда, на счастье, возможно. Борислав, вы хотели что-то львовянам сказать? Я благодарен львовянам за то, что они приедались к нам. Я благодарен, я понимаю, что тогда была поддержка не Лево, не Лево до Киева, а была поддержка всей украинской нации, потому что мы туда поединялись, вы понимаете это. И я вам очень благодарен. И когда вы увидите, что влада не слышит народ, то вы понимаете, что это зрада. Я очень часто, в последний момент, слышу, что Третий Майдан народится в стенах Верховной Рады. Хлопцы, девчата, я вам обещаю, если это будет потребно, я сам отчиню двери, чтобы люди зашли и начали Третий Майдан с Верховной Рады. Спасибо. Давайте к Одессе обратимся. Ребята, Одесса, какие у вас настроения год спустя? Добрый вечер. Еще раз могу сказать, что количество людей увеличилось. Здесь уже, вот видите, горят дрова в бочках. И сейчас люди подготовили одну небольшую кричалку перед тем, как мы начнем общаться. Прошу, пожалуйста. Работать я не хочу, а раз и я боюсь, поеду я в Одессу, в милицию наймусь. И я хочу пригласить к общению Алексея Черного. Алексей Черный, это тот человек, который ровно год назад был одним из инициаторов организации Одесского Майдана. Вот как раз рядом здесь у нас находится Думская площадь. Сначала палатки стояли там, потом палатки перенесли сюда к памятнику Дюк и Дюк и Решилье, правильно я рассказываю. И как раз буквально на третий день после того, как они были установлены, в ночь на понедельник произошел демонтаж с участием коммунальных служб, с участием милиции, это было ровно год назад. И эти события мы также сегодня вспоминаем в Одессе. Я хотел бы, чтобы задать вопрос Алексею, что изменилось за год, какие выводы, что есть вообще сказать одесситам? Я подешу. Ну, если честно, у нас такое впечатление в Одессе, что за год не изменилось абсолютно ничего. Единственное, что одесская милиция начала чувствовать себя более нагло и более уверенно, чем это было год назад. За последнюю неделю вся Одесса пребывает в шоке от того, как используется Одесская милиция для прикрытия незаконных построек в парковой зоне, как уничтожается наш парк Юбилейный, как вывезли оттуда землю, залили в бетон ее, не имея никаких разрешительных документов. И когда общественные активисты приходили туда, чтобы привлечь внимание к тому, что там происходит, руководство Одесской милиции... Такая реакция какая-то от вас. Но не пенсии не платят, а какая-то эмоциональная. Такая реакция, патрик. Реакция, да. Да, реакция. Реакция у нас... Алексей, ну вот скажите, какой основной итог вот спустя год? Вот если в двух словах. Да, если спустя год, то в Одессе не изменилось ничего. Требуем люстрации, особенно в Одесской милиции. Потому что вчера были растоптаны люди, которые пытались выставить палатку с требованием, чтобы убрали из милиции тех, кто год назад нас разгонял. И нас вчера просто снесли. Против 15 активистов Евромайдана, которые пришли ставить палатки, выставили 500 представителей милиции. И людей просто растоптали. После этого пришло уже больше, около 200 человек. Сегодня было около 500 человек. И если руководство Одесской милиции не поставят на место, не заставят их расследовать те резонансные дела, которые были возбуждены по факту тех событий, которые проходили в Одессе на Евромайдане, то будет выходить больше людей. У нас как бы есть временное перемирие, но если они будут нарушать взятые на себя обязательства, то это перемирие будет окончено. Спасибо большое. Борислав, а что с Одессой не так? Почему вот разительно отличается ситуация? А как по-вашему? А почему разительно? Смотрите, у них, по крайней мере, разрешили хоть бочки поставить, а в Киеве этого не разрешили. О чем мы говорим? У нас спасибо хотя бы, что вообще разрешили говорить. Потому что палатки у них не снесли вчера. Палатки снесли, и я хочу сказать другое. Я хочу в Одессе сказать, что если у вас милиция не слышит народ, то надо, чтобы этот народ пришел в милицию. Есть же активисты, есть же ребята, которые могут прийти на смену тем, кто сейчас находится в милиции Одессы. Есть, пусть придут, пусть начинают озвучивать ситуацию. Поймите, структуру можно сломать только изнутри. Мы для этого пошли в Верховную Раду, чтобы ломать систему изнутри. Именно для этого. Идите в милицию, меняйте ситуацию, и только так мы можем поменять все до основания. У нас есть Добальцево на связи. Город, с которым сегодня практически невозможно было установить связь. Мы за Андрея Илаща волновались, потому что не могли дозвониться. Тем более, картинки не было. Андрей, насколько сложна у вас ситуация? Что говорят люди? Да, собственно, мы активно очень слушаем разговор. Мы слушали Львов, Одессу. И вот пока включались в эфир вот те площадки, у нас здесь разгорелась не на шутку такая, можно сказать, эмоциональная дискуссия. Вот, пожалуйста, подходите ко мне и расскажите, люди говорили о Майдане, о том, что годовщина Майдана, люди празднуют, кричат какие-то кричалки. Вы под обстрелом. Что вы чувствуете? Как вы сегодня вообще день пережили? Я хочу обратиться к нашей Украине, к нашим людям, которые живут в этой Украине, которые все время говорят об Единой Украине. Это голос Дебальцева, жителей города Дебальцева. Вы извините, люди на Майдане, когда вы выходили в том году на Майдан, вы люди, когда вас расстреляли, вы кричали «Небесная сотня», и вы продолжаете об этом говорить. Но почему-то жители города Дебальцева с 24 июня мы забыли, что такое жизнь. Мы 4 месяца живем под обстрелами. Мы ховаемся по подвалам. Мы забыли, что такое нормальная жизнь. У нас перестал функционировать город. У нас не работает железная дорога. У нас люди потеряли работы. У нас люди пытаются выехать, но им некуда ехать, потому что у людей нет денег. Люди не могут снять себе где-то жилые дома и найти же работу. Жизнь остановилась, потому что в городе нет работы. Нас постоянно обстреливают. У нас, извините, находится украинская армия, от которой мы, понимаете, мы не видим от них защиты. Почему? Потому что армия должна защищать народ. Армия должна быть, в армии должна быть дисциплина. И извините, когда пьяные военные ходят по нашему городу, мы боимся ходить по городу. Мы после трех часов вечера сидим дома, мы боимся выйти из города. Почему? Потому что мы себя не чувствуем защищены. Мы даже себя не чувствуем защищены от нашей армии, которая находится у нас в городе. Спасибо. Давайте послушаем ответ. Давайте мы Майдану дадим ответить. Ирена, вы слышали наверняка то, что говорят из Дебальцева. Ответьте этим людям, они слышат вас. Тут есть также люди из Майдана, из Киева, хотят ответить Дебальцеву. Ну, я очень хорошо вас понимаю, но я хочу спросить вас. Скажите, пожалуйста, если бы у вас пришла российская армия, окупационная армия, неужели вы думаете, было бы легче? Неужели вы думаете, вы бы ходили? Неужели вы думаете, они не пьют? Там чеченцы. Они не только пьют, они и насилуют людей, они режут их. У вас бы было еще гирже. Поверьте, люди, если вы думаете, что эти хлопцы, которые стоят под градами, принимают 50 грамм, идут, где что-то делают, то, поверьте мне, им намного гирже. Что вам мешает защищать свою страну? Берите в руки автоматы, женщины, выезжайте не на оккупированной территории, мы вас захистимем, а хлопцы, отвоевайте свою землю. И все. Дякую. Действительно, війна, это всегда очень неоднозначно, тут как-то не бывает совсем белого, совсем черного. И все-таки, за питанием, тут у меня есть Кристина Бердинских, автор проекта, есть люди, письменница. Дивите, очень часто святовизы, и наши так же кажут, что война является прямым результатом Майдану. Чи вы согласитесь с этим? И чи вошли бы на Майдане, как бы знали, что все это результатует в войну и в принципе в гуманитарную катастрофу на порозе КМИ? Я бы точно вошла, потому что я думаю, что страна режиму Януковича очень быстро бы превратилась на просто царство рабства. Мы катились в прерву с такой величайной скоростью, что могло быть все набагато гирше, и территории все равно были подделены. Поэтому и я, и те люди, про которых я писала, они бы точно вошли. И я очень пишуся с многими людьми, которые и после Майдана не опустили руки, а стали волонтерами, или пошли к армии и продолжали защищать страну. Дякую. Так же у нас логично... Коллеги, если можно, давайте сейчас дадим Дебальцева. Мне просто важно понять, есть ли у людей, которые там сейчас, в подвале, чувство, что их слышит Майдан, что вот есть этот диалог? Андрей? Подчеркнуть, что люди, которые здесь собрались, они реально каждый день ходят под градами. Что это такое? Я надеюсь, вы имели возможность увидеть в том материале, который, скорее всего, подготовили мои коллеги, о том, как здесь проходят будни. Сегодня также было много пострадавших, но вот про Майдан и о том, что люди вам говорили. Вот какой у вас ответ? Я хочу сказать такой вам ответ, товарищи. На Майдане, я еще раз повторюсь, у вас небесная сотня. Кто разрешил местных жителей, безоружных, обстреливать сградов с точки у... Смеляются обеих сторон. Нет, когда нас 24-го числа, я еще раз повторюсь, освобождала или захватывала украинская армия, мы так, если вы еще не поняли, мы перестали существовать. Нас обстреляла украинская армия сградов. Жилые в память... Подождите, коллеги, давайте мы не будем спорить, давайте дадим ответить Майдану, там есть реплика, я вижу. Слава! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Майдан, ответьте, пожалуйста, Дебальцева. Майдан! Слава нации! А, Дебальцева! Майдану! Сейчас, Дмитрий, Дмитрий, вот у нас есть как раз человек, который готов ответить, вот, наверное, то есть это человек с Донбасса, Виталий, он не просто с Донбасса, он взял в руки оружие и защищает свою страну. Виталий, вот вы услышали только что, Дебальцева, то есть люди возмущены, что бы вы могли ответить на это? Ну, как, в принципе, я за украинская армия стреляют. Нет, не может такого быть. Как стрелять? По мирным жителям. Нет, мы там, мы все видим, ничего такого не происходит. В принципе, все наблюдаем своими глазами. Ну, вот только что женщина сказала, что украинские военные время от времени обстреливают мирных жителей и мирный квартал. У нас такого не было. Большой, а сколько это прокомментируете? Я прокомментирую очень просто. Смотрите, как разница, как разница, вот, постановка вопроса. Мы вышли на Майдан для того, чтобы жить в Украине, а там, для того, чтобы жить в Украине, никто ничего не хочет делать сейчас. И обвиняет о всем украинские силы. Эта женщина не видит, то, что ее обстреливают россияне. Она не хочет этого видеть. Она ждет, что что-то поменяется. Я не думаю, что что-то поменяется, если войдут туда русские войска. Будет хуже. Более того, те, кто зовут Путин, приди, обычно после этого исчезает свет, газ, электричество, вода, и начинаются гореть дома. Может быть, все-таки стоит думать о последствиях? Может быть, надо научиться защищать свою землю? У меня достаточно много побративов, которые воюют сейчас на передовой, именно из Донецка и Луганского региона. Так вот, эти ребята, они на передовой, они защищают свои дома, они защищают свои семьи, они защищают свои квартиры. Они приняли для себя решение. И вот, когда я слышу фразу, мы на Майдане не за это стояли, мы на передовой не за это стояли, они стоят за свою землю. Если жители Дебальцево считают, что это ихняя родина, если они понимают, что они хотят жить в Украине, то им надо защищать свою родину, Украину. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. С нами сейчас Киев, Майдан независимости, с нами Одесса, Львов, с нами Дебальцево. И давайте сейчас сменим тему. Ну вот, помните заявления, которые были сделаны в первые месяцы после Майдана. Мол, только Янукович у нас с вами украл более 100 миллиардов долларов. И часть осела в европейских банках, часть в России. Ну вот, помните, в Генпрокуратуре заявляли, что только в Москву наличными через границу в грузовиках вывезли как минимум 32 миллиарда гривен. Эти деньги новая власть обещала вернуть. Мол, вот-вот их обнаружат, перечислят обратно. Но прошел год и такое чувство, что ну, не просто не вернули, а даже не особо ищут. Да и фигуранты дела Майдана до сих пор не в суде. Давайте обсудим это. Прямо сейчас у нас на связи появляется Степан Кубев, финансист, в недавнем прошлом комендант Дома профсоюзов и глава Национального банка Украины. Пан Степан, он присоединится к нам буквально через минуту после сюжета, который мы вместе и обсудим. Они уезжали, улетали, уплывали, унося из Украины не только ноги, но и все, что теперь позволяет жить, припеваючи вдалеке от родины. Янукович и компания в Москве, сын Саша стоматолог в Питере, экс-министр энергетики Ставицкий в Израиле, финансист всей семьи Курченко получил Севское гражданство, Андрей Портнов тоже на чемоданах. Осмыслить международные санкции попробуй в Тюрихе или Брюсселе. Это то немногое, что осталось после беглого президента. Резиденция Межегория, она должна была быть возвращена в государственную собственность, но спустя год после Майдана этого так до сих пор и не сделано. Весь Донецкий Ампир на месте, антикварные вазочки и хрустальные люстры даже не описаны следователями, а обещали конфисковать. В воздухе. Следователи приходят, посмотрят по сторонам и уходят. Человек 30 уже побывало. Чиновники-то там дальше мутят что-то. Им надо что-то пришли. Пришли с новым следователем. Им надо там, допустим, прийти описать лабораторию. Они пришли с новым следователем. Им нужно там зайти в хонку. Они пришли с новым следователем. Село Горениче элитный поселок. Здесь обитал генпрокурор Пшонка. На воротах, кроме инициалов, еще и гербы российские. Судя по размеру, действительно, пиджаки принадлежали генпрокурору Пшонке. Дом опечатан. Зайти сюда невозможно, но через стекло хорошо видно, как здесь разбросаны вещи, из дверей вырваны ручки. Дом просто разграбили. И это сделали до того, как самооборона Майдана взяла усадьбу под свою охрану. Я стою таки из-за того, чтобы это передало детячий хоспис всю территорию. Все начало тормозить. Влада у нас поменялась, выборы прошли все, адаптировались и затянулись обратно ручники. Пока суд доделал, собственник сменился. Задним числом, разумеется. Тут же все было на Ольгу Пшонку записано. А зараз какая-то общая жизнь записана еще один дворец по соседству принадлежит сыну скандального чиновника. Никто не отвечает, но точно известно, что этот дом охраняет частная охранная фирма. Эта усадьба принадлежит сыну бывшего генпрокурора, народному депутату Украины Артему Пшонке, который сейчас тоже находится в бегах. Эти дома и дачи только вишенка на торте, считают западные эксперты. Состоянно 12 миллиардов долларов вывели 8,5 миллиардов долларов в течение недели, последнего недели февраля. Из этих 12 миллиардов новая власть нашла только полтора. Сумма разбросана по всему миру. Панама, Сейшелла, Великобритания, Кипр и Латвия. Кстати, именно прибалтийские банки особо приглянулись семье. Ведь в отличие от швейцарских наличность оттуда можно выносить спортивными сумками. півтора миллиарда гривень. Де Юри считает Януковича и его окружение арестованной Европой ввела санкции. Де факто никто возвращает деньги в Украину пока не спешит. По делу семье нет даже заочного решения суда. Если прокуратура ничего не будет делать и не предоставит никаких доказательств Европу, конечно, снимут. Но разговоры там не качат. Последование такого года за кілька месяцев в Клэст неможливо. А когда идет о серьезных экономических вручках, о рассказах о бюджетных поштах, то идет о несколько роках. Тем временем семейства Януковичи, Пшонок, Клюевых, Азаровых, европейские суды подали иски. Просят вернуть свои миллионы. На официальном сайте Интерпола фамилии украинских чиновников нет. Видимо, эти люди о нынешнем знают не меньше, чем нынешние знают они. Международный розыск не объявлен ни сам Янукович, ни большая часть его окружения. А Януковичу было передано исключительно непонятный документ, который, помните, резолюцию, который принимал парламент, непонятного юридического свойства. То есть мы считаем Януковича виновного во всем этом деле. То есть и этот документ был сугубо политический. Мы провели консультации с Интерполом, мы вызначили все проблемные питания, которые существовали. На сегодняшний момент Генеральная прокуратура выполнила все то, что она должна была выполнить. 30 открытых уголовных дел и ни одного приговора. Бывший генпрокурор Пшонка даже пишет жалобы. Министерство культуры требует отдать яйца по бурже и картины, которые из его дома были выведены в художественный музей. Все без носа неплохо работают на Украине. Поэтому можно спокойно сидеть в Москве и встреч бабки в Украине. Лариса Задорожная, Марьяна Бурякова, Вадим Сверидонов, Сергей Киримик. Подробности недели телеканал Интерн. Ну вот о такой ситуации Ларисе Задорожной мои коллеги рассказали ее собеседники. Степан Кубев, колишний комендант Будинку профспілок и колишний голова Национального банку приедуется до нас. Пане Степане, витаю. Скажите, вы видели этот сюжет? Неужели вы могли уявить тогда, когда только все началось, что вы получаете, вы, кто пришел из Майдана в владу, получаете страну, в которой практически ничего не осталось, что вы везли деньги, вы везли вантаживками? Слава Украине! Я бы сегодня вважал благодарить молодой, которая год назад вышла за себя, вышла за свое будущее, вышла за европейскую интеграцию. Это была первая часть Майдана. Вторая часть Майдана после 30 числа это родители и дети, два поколения независимости и детей вышли против режима, который никто не верил 1 грудня, что он будет повален навсегда, и что создается громадянское общество. Я хочу также дать ответ Дебальцеву и вернуться до всех мужчин, если они мужчины окупованных территорий и Донецка и Луганск. Говорят, что там проживало 4 миллиона, сказали, что выехало очень мало звитам людей. Я вертаю к ним. Повстаньте, выйдите на улице 400, 500 тысяч, 40 тысяч, и вы сможете отстоять свои семьи и своих соответственно детей и внуков. А не нужно говорить то, что происходяло в Киеве это был мирный митинг. Проти нас стреляли, нас знищили. А относительно финансового сюжета, про который я сейчас побачу. Те за первое. Когда мы в Верховной Раде Украины, было четко сказано, что 240 миллиардов за последние три года было отмыт денег. Деколька десятки миллиардов гривен были выведены, а в том числе и доларь, выведены за межи Украины. На сегодняшний день необходимо этих злочинцев оголосить в международный розшук. Необходимо также выписать международный мандат про их арешт и, соответственно, обратиться к международной структуре, которые абсолютно вольно разгуливают по Европе с визами. Чиновники, которые злочинцами по отношению к народу будут повернуты в Украину для справедливого суду. И это нужно сделать уже. Разом с тем, когда мы говорим про Майдан, мы должны сказать, что Майдан, где прошло больше 10 миллионов людей, была сильная самоорганизация. Я бы подякнул киянам и всем украинцам, которые были на Майдане. Там был порядок, там была санитария, там было тепло, там не было только запроводить деньги и показать миниатюрную государству, которая должна быть на сегодняшний день Украина. Разом с тем, много людей говорят, что не все сделано. Я сам не доволен тем, что сделано. На сегодня мы имеем мету. Стратегия 2020 президента Украины. Подписана коллекционная угода, которая сегодня про кроки, которые мы должны... давайте не про политику. Нам треба прерватися на невеличку рекламу. Я хочу попросить Одессу, Львов, Дебальцева, всех, кто смотрит нас сейчас, пожалуйста, подготовьтесь, выйти к микрофону сразу после рекламы. Мы дадим вам ответить. Нам интересно, что в городах думают о том, что никто не наказан и деньги семьи до сих пор не вернули в Украину. Мы прерываемся и во втором часе вы увидите. Смотрите далее в подробностях недели. На Майдан потому что надоело. Майдан длится до сих пор. В Москве зреет бунт. Бессмысленный и беспощадный. В Болотную площадь либералы фактически слили. Каждый европеец желает знать. Кеф? Майдан. Майдан. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Вечер добрый. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Спасибо всем, кто смотрит нас по-прежнему начиная с 8 часов. Для тех, кто только что к нам присоединился. Я скажу, что это специальный выпуск, посвященный началу событий на Майдане. Годовщине. Первое годовщине. И вот сегодня, помимо гостей, которые в студии, до сих пор здесь Борислав Береза. Только что к нам в студию подъехал Анна Коваленко, сотница женской сотни Майдана и советник министра обороны. Здравствуйте, Анна. Спасибо, что приехали. И напомню, что сейчас у нас на самом деле очень сложная с технической стороны, но безумно интересная в эфире программа, потому что с нами на прямой связи Дебальцево, Одесса, Львов. И мы каждому из них дадим слово буквально через несколько минут, но вот только что появился на связи еще и Автомайдан. Там Ярослав Кречко, Ярик, буквально через несколько минут тоже мы дадим тебе слово. Будь с нами на связи, пожалуйста. Борислав, я знаю, что вам уходить нужно, чтобы закончить с этой темой. Ну вот мы в прошлом часе говорили о том, что впечатление, что никто и не наказан. Впечатление не только, что никто и не наказан. Смотрите, ни одна из персон Янукович, Азаров, Арбузов, Клименко. Никто из них не подан в розыск. Это раз. Второе. По ним не ведутся никакие следственные действия. Следующее. Хорошо, можно сказать, что они в бегах, а господин Ефремов тоже сбежал из страны. По нему почему не ведутся никаких следственных действий. У меня возникает ощущение, что эти люди договорились о своей неприкосновенности в Украине. Надо задать вопрос, с кем они договорились и за какие бонусы, преференции, за что, почему. Они их забыли. Они их забыли все те, кто должен ими заниматься. Это говорит о том, что либо люди, которые должны этим заниматься, не профессионалы, либо это откровенная халатность, либо это преступление. В любом варианте, я искренне надеюсь, что президент, как гарант Конституции, не даст виновникам преступлений избежать их. И также я думаю, что ему точно не нужен третий Майдан. Поэтому, наказав виновных, он удовлетворит желание народа. Я буду одним из первых, кто будет ему за это благодарен. Я надеюсь, что и президент это услышит, и те люди, которые должны инициировать уголовные дела. А я прошу прощения, мне пора действительно бежать. Я вам признателен. Аня, все в благ. Спасибо, что были в студии, спасибо за разговор. И Ярослав Кречко с нами на связи. Ну, напомню, символом зимних событий стал Автомайдан. Именно эти ребята, которые сейчас где-то в районе Европейской площади сделали так, что чиновники высшего ранга не могли укрыться от народного гнева. Даже дома не могли укрыться. Автомайдан приезжал к ним, требовал остановить беспредел. Ну, и вот сейчас мы можем поговорить с теми, кто не давал спокойно спать руководству страны. Ярослав. Да, добрый вечер, Дим. Мы сейчас на Европейской площади. Именно отсюда зачастую начинались автопробеги к Межигорью и особнякам соратников Януковича. Мы сейчас вместе с активистами Автомайдана такой небольшой колонной попробуем проехаться и узнать, что для них изменилось за этот год. Мы в машине сейчас с Екатерины Будко. Извините вот за немножко технические такие трудности. И, Екатерина, скажите, пожалуйста, вот прошел год. Наказаны ли те, кто препятствовал вам пикетировать особняки чиновников? Наказаны ли те, кто сначала просто вас запугивали, забирали водительские права, а потом уже откровенно нападали, избивали, громили ваши машины? Вот те сотрудники, потому что в этом принимали участие сотрудники правоохранительных органов. Что сейчас с ними? Знаете, я бы очень хотел сказать, что все покараны, но, на жаль, то, что мы видим, что суды над гречниками, которые выписывали все протоколы, постоянно откладаются. Мы видим, что суды, которые выписывали и избавляли наших активистов, до сих пор занимают свои посады. Больше того, когда мы скажем про люстрацию, они, ссылаются на неконституционную закону про люстрацию, на какие-то увады. Кажут, что они не будут проходить люстрацию. Наша прокуратура говорит о том, что они нашли трех людей, меркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане, но у нас есть список как минимум 300 работников Львовского Меркута, которые до сих пор работают в органах МВС. Среди них есть люди, меркутовцы, которые нападали на машину нашего активиста Ярослава Гончара, убили его, его автомобиль и до сих пор занимают посаду и работают в правоохоронных органах. Поэтому у нас очень много вопросов есть до прокуратуры и судов. А у вас есть надежда, что еще может измениться, что действующая вас все-таки этих сотрудников уволит, накажет и так далее? На жаль, такой надежды сейчас нет, потому что за полгода этого не случилось. Я могу сказать, что Автомайдан со своего боку будет до последнего добиваться справедливости, покарания и изменения судовой системы и прокуратуры, потому что действительно они должны быть покараны. И то, как сейчас прокуратура должна быть изменена, потому что и Ярема, и Даниленко до сих пор занимаются посадами, недавно ездили до них, снимали их домики и показывали то, как они живут, но они не работают, но никаких изменений не происходит. И это очень сумно, потому что если в минулом году мы мали справа с ворогами, конкретно ворогами суспительства, то сейчас, на жаль, выходит так, что мы имеем справу с зарядниками, а зарядники гирше, чем враги. Вот такое мнение Дмитрий у нас. Дим? Спасибо большое, но вынужден извиниться за звук. Дело в том, что ребята в прямом эфире вот прямо сейчас стартовали этой Европейской площади, проезжали мимо Майдана, Ирани Карпес Сергеем Кудемовым привет передали, поэтому если и были какие-то технические проблемы, только потому, что все живем, все с колес. Давайте сейчас услышим Майдан, но начнем с, я знаю, что люди долго ждут, замерзли, мы благодарны. Одесса и Львов. Андрей Анастасов, Одесса, что люди думают по поводу сюжета, который мы в первой части смотрели, что как бы такое ощущение, что они просто не нашли, а и не ищут никого? Дмитрий, перед этим я хотел сказать еще вот пару слов, дело в том, что ко мне подошли люди, подходят люди и говорят, что спустя год Майдана, ну не все так плохо, да, вот как вы до этого рассказывали, в первую очередь одесситы стали гордиться тем, что они украинцы, вот люди говорят, что раньше у них не было такого чувства гордости за то, что они украинцы, живут в этой стране, а вот спустя год у них это чувство появилось и есть чувство, есть желание говорить на украинском языке и это вот такой позитив. Ну а сейчас вот здесь активистка Майдана, Одесского, Наталья Петропавловская, она хотела бы прокомментировать тот сюжет, который мы видели и вопрос, который вы задаете. Ну, я хочу сказать, что, конечно, изменения произошли в стране, мы это все чувствуем, мы чувствуем, что поменялись люди, поменялось общество, намного более активное стало, я думаю, что мы не позволим власти, в общем-то, дурить за пределами. Ну а вот скажите, а есть ли возможность, что кто-то будет наказан? Ну, да, вот я хочу сказать, я вот хожу в комиссию, у нас по каждой ситуации уже есть комиссия, потому что мы в милицию уходим как на работу. Вот 19 февраля в Одессе произошло массовое избиение людей, при всем честном народе, вот на площади, на центральной площади города, зафиксированы, есть видеофиксации, все расписано, и мы даже знаем, кто это делал, но до сегодняшнего дня расследование не произошло. 10 апреля была стычка, тогда, когда приезжал Сергей Курас. А вот в глобальном смысле, вот в масштабе всей страны, вот как вы думаете, можно ли каким-то образом понесут наказание те чиновники, которые совершали какие-то преступления? Я считаю, что если это не произойдет, то все остальные поймут, что все можно делать вот как угодно, понимаете? Поэтому, вот я хочу сказать, вот в Одессе... А вера, есть то, что будут найдены эти... Ну, я думаю, что да. Я думаю, что так как гражданское общество достаточно активное стало, и мы требуем этого, я думаю, что все-таки мы добьемся этого. Спасибо. Спасибо вам. Ребята, Одесса, а у нас есть для вас реплика от Анны Коваленко, которая сейчас в студии. Ань, вы хотели одесситам сказать что-то? Так, на самом деле, в пенеденциарной системе есть слово, которое фактически характеризует то, что происходит, и если не происходит достаточно покарания, тогда происходит суды линча, тогда появляется, вы видели, треш-бакет-челлендж, и вот в таком душе совсем не хочется, чтобы это было оберт. Мы с вами на рекламе говорили, вы надеемся, что в Одессе с милицией что-то изменится наиближчим часом. Закон по люстрации насправде предмечает, что в березне отбудутся изменения, но это процесс, и он начался еще в травме, были изменены много керевников саме Одесской милиции, ну, а завершальным этапом это все-таки березень. Ребята, Одесса, ну вот хотел сказать, мы на рекламе просто говорили много об этом Санне, она только что это сформулировала, что надеется она, по ее информации, до марта, либо в марте в Одесской милиции могут быть и будут перемены, так что, возможно, все у вас изменится. Дебальцева Андрей Илаш, мы готовы вас услышать, пожалуйста. Да, Дима, ну вот мы тоже активно и очень горячо обсуждаем то, что говорят люди на других площадках, и вот у нас есть жительница Дебальцева, которая исколесила в качестве переселенца практически всю Украину, да? Практически, да. Можете отреагировать на те сюжеты, которые у нас звучали, реплики, и рассказать, что вас беспокоит? В первую очередь я хочу сразу отреагировать на слова вот той дамы, которая призывала нас, взять оружие и идти защищать свой город. Значит, я хочу сказать лично от себя и вот всех присутствующих здесь женщин. Мы хотим мира! Мы хотим войны! Оружие мы брать в руки не будем. Мы хотим мира. Мы живем люди в 21 веке. Давайте договариваться. У нас ситуация плачевная. Наш город рыдает, просто рыдает. От артовстрелов, от градов, от той обстановки, в которой мы оказались. Мы город, который находится на линии фронта. Мы не можем понять, нас сегодня будут захватывать, нас сегодня будут сдавать, кто нам будет, как мы не можем ходить на работу, потому что мы боимся, на нас сыпется град и осколки. И дальше, люди, помогите нам решить этот вопрос мирным путем. Найдите этих людей, которые будут дипломаты. Находятся люди, которые освобождают пленных, низкий поклон им. Находятся люди, которые помогают переселенцам. Но мы понимаем, что ехать из нашего города нам просто некуда. Нам сильно не рады. Закона о переселенцах нет. Нам просто... А по статусу Донбасса вот вы еще хотели... И по статусу Донбасса. Вот поймите, что такое Донбасс? Мы 23 года прожили единой страной. Да? Мы были все вместе, мы вместе работали. Да, может быть, нас там обижали, где-то кого-то недооценивали. Это у каждого, это будет во всей стране, это будет во всех случаях, при всех политиках. Но на данный момент нам нужно определить, что мы с вами или вы нас уже обрубили. Поймите, мы живем все время в напряжении. Вот этот у нас первый главный вопрос. И, конечно же, вопрос... Нас Майдан сейчас смотрит, но вот... Ирина, Сергей, то, что я вас спрашиваю сейчас в Дебальцево, мы с вами или вы нас уже обрубили, то, что они хотят услышать? Ответьте им. Мы вас слышим, мы действительно очень эмоционные вопросы. Дама из Майдана предлагала человекам брать оружие в руки и отбойвать свои территории. Женщина закликала переезжать сюда на садки волонтерских рук. Рук не байдужий, понимаете? Мы сегодня помогаем сотнями тысячам, таких как вы. И сейчас хочется Богдану передать слово. Он хотел реагировать на эту реплику, да? Доброго вечера. Я хотел бы сказать, насправді, что нужно говорить про другие вещи. Нужно говорить про то, что Украина власне единая и не нужно разделять, что ваша небесная сотня что-то сделала, или вы как-то ее пошановите особенным чином. Насправді, очень много выходов из Донбасса есть частью небесной сотни. То, что происходит сейчас на Донбассе, я бы хотел сказать такой известной репликой, не читайте полетрам советских газет. Есть очень большая информационная дисбаланс. На вас попадает очень разнообразная информация относительно того, кто проводит бомбардувание территорий Дебальцева и вообще Схидной Украины. Поэтому давайте как-то объединять свои силы, ресурсы. И нужно одним фронтом вдарить врага, таким чином объединявши Украину, выгнавши окупанта из нашей земли. Спасибо. По поводу ситуации на войне с Майдана, прямо на войну, те, кто год назад пришли в самооборону, сейчас на Восточном фронте, в добровольческих отрядах. И говорят, что мало что изменилось, просто баррикады сдвинулись от Институтской и Грушевского к маленькой счастью Мариуполю. А антимайдан, по словам ребят, ужался. Ужался до территории ЛНР и ДНР, так называемых. Взгляд фронта на победу на Майдане в сюжете нашего фронтового корреспондента Романович Калы. Мы сейчас находимся там, где журналистам в принципе нельзя быть. Это святая святых, лагерь батареи реактивной артиллерии. Почему их так боятся? Да потому что террористам наибольший урон наносится именно реактивной артиллерии, то есть градами, ураганами. Вот здесь, кстати, хранится боекомплект к этим машинам, такие вот снарядики. Почему у вас плен не берут? Говорят, что артиллеристов, особенно грязь, девчиках не берут плен. Только больше всех урон носим. Это самое большое эффективное оружие, которое применяется в данной войне. Потому что на петличных не носим пушек не знаков отличия. Я командир боевой машины. Ранее проживал в Крыму. Выехал в Херсон и стал на учет в Херсонской комитете и призвался. Год назад был на Майдане, и на Майдане, то есть Майдан длится до сих пор. Это кажется, что Майдан закончился с бегством Януковича. Просто баррикады передвинулись от Институтской и Грушевского к Маринке, счастью, Мариуполю. А Антимайдан сжался до района ДНР, ЛНР и Крыма. Мы сейчас, я так понимаю, приехали на огневые позиции, да? Да, да. Ждать можно и день, и два, и минуту. По нашим позициям вратил миномет, нарушал минские соглашения. И вот именно мы должны были погасить его адекватным огнем. Сколько времени надо? среднее вообще, сколько? Примерно полминуты. Где-то минута. И все, может прилететь обратно, да? Хорошо. Дорога дальше закрыта. Вот здесь мы видим, это населенный пункт Карловка, а там дальше в Песке, Донецкий аэропорт. Мой позывный слева. Я справа сектора относился к группе госпитальеров, медиков. В аэропорте я с Коброю, ну, врятовали почти всех, кроме двоих. Ребята, помощь, помощь надо. Кричит док, ты кричишь секунду, потому что ты шатого не думал. Рек Майдану, что изменилось. Нифига не изменилось, блин. Поменялась только пешка. И все. Вот сейчас за той посадкой идет бой, гремит со всех сторон, работают лу, винометы, реактивная артиллерия. И самое интересное во всем этом, что нам сейчас нужно туда ехать. тоже без светла. Да, ну да, все же светло. Петляй, вправо бери, вправо бери, больше. Подпригнитесь. Только можно. Вот это не бывает, бэха их не вылазит, и прямо из бэта на... из бэха валит, прямо по трассе. Яра, Юрзио, прием. Яра на связи. Я не выдержал, когда вот наш народ, наших героев начали расстреливать на Майдане уже десятками. Лично я считаю, какие бы сейчас не были разочарования в обществе по поводу того, что нету никаких изменений в Украине, я не считаю так. Изменения идут. Люди начали думать и мыслить. Тут целое общежитие. Когда начинается обстрел, все спускаются в этот подвал и ждут, пока снова стихнет. Если вы думаете, что люди сидят здесь напуганные, угрюмые, то вы ошибаетесь. Сюда попал минометный снаряд. Здесь жил маленький ребенок с дедушкой, с бабушкой. Посмотрите, что осталось от этого дома. Вот он буквально у нас на глазах сейчас догорает. И сознание с дыма мы вытащили. Слава Богу, что все живы. Даже собаку. У меня псевдочери. Сам справа с добровольческого отряда. Но Майдан потому что надоело. Беспредел творился в стране. Первая задача это ворога прогнать за границу. От границы подальше прогнать. А остальное я думаю наш народ объединенный и будем жить счастливо. Задача ребят такие вот ленты сделать своеобразные и упаковать это все в так называемые улитки. я с польз готов к работе. Перезарядка. Пять утра мы собираемся в утренний наряд в самую опасную точку так называемое небо. Господи разрушь планы противников наших обратите врагов к нам. Вот то самое небо это лифт который спускает шахту а теперь это одна из ключевых позиций защитников Донецкого аэропорта. Внимание это земля наблюдаем четко над нами здесь надо подниматься очень быстро работают снайпера посадки зеленка и подъехать на машине пикант и снайпера поработать разрывы отмир он по полю мы позывной ангел работаю корректировщиком на небе в первую очередь изменилась скажем так украинскую сведомость людей нормально выупил постоянно бьют голову подъехать возможно трешки левище дай я зругович мне 18 роков прошел майдан моя работа защищать украину от таких засранцев контакт за цель что изменилось обличие при владе таки изготовлены жирные пики и зараз люди сами там прямо по курсу диспетчерская вышка донецкого аэропорта чуть правее от нее терминалы там валит дым кто-то куда-то попал а еще правее башни близнецы дорога в донецкий аэропорт имеет два названия это дорога жизни для защитников аэропорта поскольку это единственный путь по которому с ними держат связь и это дорога смерти для тех кто в аэропорт едет машины готовы к отправке двигаться в сторону аэропорта можно только в темное время суток и соображение безопасности все машины которые шли туда в начале битвы за аэропорт уже выведены из строя это все уже новые экипажи аэропорта боевый пост мужики привет выйдет международных рейсов вряд ли сегодня будет вот так выглядает донецкий аэропорт Ларис пострелили снайпер наши парни сейчас пытаются вычислить позицию откуда ведется огонь вот только что эти ребята прибыли из терминала донецкого аэропорта там они пробыли две долгие недели бесконечные недели дострой боевой свобода небо все отлично я доброволец 95 бригад великих расчарувань немало есть велика надея и есть наснагаз что-то изменит действительно в этой стране такие цветы нации загинули они знают прекрасно что самая идеологическая националистическая молодь пьет сюда на мою думку их самое первое задачение это знищить вот такие фиги не сломать тебе нас мы сильные тут цей огонь майданевский залишу своему сердцу наше життя ну вот фактически у нас с вами получилась еще одна площадка мы сегодня постоянно на связи с Дебальцево и с Одессой и с Львовом и с нашей площадкой на Майдане ну вот получилась еще одна площадка на войне Анна Коваленко в нашей студии сотница женских сотни Майдана Ань ваши девчата где они сейчас все кто был из вами в этом женственном батальоне сейчас они в Дебальцево и в счастье кто-то там в штурмовых группах кто-то занимается деловодством но все защищают Украину на разных уровнях и сгідно своих возможностей есть девчата волонтеры по разных областях работа есть для каждого это до речи ответ женщины из Дебальцево которые хотят мир и мы хотим мир мы бы с удовольствием занимались цивильными вещами но на жаль сейчас страны потребуют что-то что-то наших добровольцев и хлопцев которые из Майдана сейчас находятся на передовой то таких историй очень много я самая однолиток Украины и мои однолитки за тавтологию которые из революции фактически перебрались в горячие точки и защищают нашу Украину не с кем Украине подяка очень много из них уже нет живых и мы помним тех кто нам рассказывал какую-то интересную историю в Майдане пропонировал замуж рассказывал про сир и вивки Василь Гуцул а потом загинув там и таких историй залежно от века очень много и фактически коло знакомых за часы революции оно изменилось полностью а потом значная часть этих знакомых загинула уже на передовую но говорить что что-то не изменится нам одесса дракнула что-то что-то не изменится вы не согласны мы не имеем права каждый из нас отвечает за то чтобы страна изменилась и каждый из нас соответствующий в зависимости от уровня своего влияния перед тобой стоит завдание выполнять закон который написан по заходу наши побратимы сейчас в парламент есть илюстративные движения которые тоже начали происходить мы контролировать эти процессы если перед нами стоит задание дать или не дать то не дать нам тоже хотелось измен дякую что были в нашей студии дякую мне сказали что Святослав Вакарчук подъехал в нашу студию Святослав проходите пожалуйста Анечка дякую вам привет привет витаю проходите доброго дня доброго дня а где сцоваться сцовом давайте режиссерів наших запитаем слева справа ось тут кажуть нормально ну кажуть вам будь-де нормально я левый рук и так что мне тут найзручнейше я хотел начать с того я хотів поговорить с вами про Майдан мне важно вас почути людям которые у нас в Одессе на Майдане на Майдане я хотів почати с того что в интернеті обговорюють обговорюють випадок який стався на вашому концерті в Мінську коли український прапор просто вирвало дівчину з рук ви коли про це дізналися я про це дізнався з інтернету я сподіваюсь що таких випадків більше ніколи не буде я ще раз сподіваюсь що це непорозуміння яке буде виправлено я хочу сказати що в Мінську в нас буде дуже хороший концерт і нас дуже гарячо підтримала публіка і це був один з найкращих концертів останнього часу а з приводу українського прапора я можу сказати що він побував не тільки в заливі але й на сцені в моїх роках і не думав що хто-небудь коли-небудь заборони мені будь-де український прапор мій рідний прапор тримати в моїх роках і піднімати високо над головою для мені це гордість просто для мене Білорусь після цього відео який я бачив особисто в інтернеті це приклад країни коли ну приклад того якою би Україна могла бути ви пам'ятаєте могли зимою навіть і в Україні за те що тримали українські прапор і міліція я волів би обговорювати зараз з вами українські питання тому що одна з великих проблем України є те що ми дуже любимо дивитись як в кого зрівнювати краще гірше поглядати то на схід то на захід замість того щоб розбирати в своїх питаннях які нас сьогодні хвилюють і це питання в першу чергу того що відбувається на Сході це питання аналізу того що відбувалося за цей рік на Майдані це багато чого це те чому в нас відбувається або не відбуваються реформи як нам жити далі давайте краще будемо говорити про це я про це і хотів запитати як вам цей рік багато хто з людей які були сьогодні на програмі говорили що він часово втрачений загублений знаєте я можливо скажу не те що від мене хочуть почути але скажу чесно те що я думаю знаєте нам потрібно позбавлятися нарешті вже після Майдану я сподіваюся це станеться від комплексу патерналізму від того що простими словами що хтось прийде і зробить щось за нас для того щоб це робити треба мати глибоку віру в зміни які мають статися а глибока віра має будуватись на чомусь це як в релігії вона має будуватись на цінностях ми маємо розуміти ради чого і що ми готові робити для мене ці цінності є цінність свободи вибору і цінність поваги до гідності людини ми про них говорили на Майдані за них люди які вірили свято в ці цінності там на Майдані віддали найдорожче що в них є своє життя і тепер сьогодні я вважаю жони з нас ні я ні ви ні громадяни України не мають морального права просто чекати чудо зверху так безумовно влада яку ми вибрали повинна бути жорстко нами контрольована і повинна пам'ятати що вона не вічна в своїх кріслах але найголовніше ми повинні починати з себе це як знаєте якщо привести вам приклад це як християнство починалося були апостоли і були перші християни які свято вірили в ті цінності які вони несуть світу їм було все одно якими вони будуть іти стежками наскільки буде складний їхній шлях вони готові були жертвувати от я вважаю що українцям зараз потрібно побільше цих місіонерів які будуть нести ці цінності свободи і зміни життя інших і це повинно бути не завжди через якісь красиві речі це деколи повинно відбуватись через незручності і біль будь-які зміни йдуть через незручності почніть замість того щоб чекати і подивитись по телевізору і чекати коли політики нам дадуть манну небесну почніть з себе прийдіть відремонтуйте самі свій під'їзд навіть якщо всі інші цього не роблять навіть якщо ви один ви це зробите один раз ви будете один другий раз один третій раз один на четвертий раз стане пів під'їзду на п'ятий раз весь будинок так має будуватись держава Слава, давайте ми почуємо чи люди готові до цього чи сприймають вони цей ваш меседж я розумію у нас є Львів зараз будь ласка щось вони там вони хотіли так у Львові так у Львові жваво обговорюють слова пана Вакарчука і поруч зі мною знаходяться волонтери котрі до мене підійшли вони допомагають бійцям на фронті плетуть такі маскувальні халати роблять набори для борщу і в принципі вони готові сказати і про те що каже пан Вакарчук і про свою діяльність передаємо вітання Славку від нас з Львова і підтримуємо слова на рахунок того що треба брати відповідальність на себе і щось робити ми зібралися люди які можуть робити своїми руками щось тобто ми хочемо зробити якомога дешевше і якомога продуктивніше ми зібралися люди які можуть шити рукавички наприклад плести ось такі сітки на них треба дуже багато часу вони досить коштовні ми робимо їх своїми зусиллями ми готувляємо устілки щоб класти в червики щоб не так було холодно в ноги до нас можна долучатися любими способами хтось може насушити овочів принести ми пакуємо ось такі набори це вже готовий борщик просто кинути в відро кипітку і за 20 хвилин маєте що поїсти, чим зігрітися в нас можна долучитися коштами хто чим може наприклад, хтось може шити приходить, ми даємо навіть матеріали ми закупуємо на благочинні гроші матеріали і люди вільні від роботи час шиють, допомагають це саме те про що ви говорили коли люди можуть щось зробити це саме те про що я говорив я хотів би подякувати по перше цим волонтерам я не знаю чи вони нас продовжують чути чи ні я хочу навіть зразу в ефірі показати як взаємодія різних людей відбувається якщо і вам потрібна якась допомога особисто від мене я от в прямому ефірі звертаюсь до вас з пропозиції допомогти можливо є якась організаційна, десь навіть матеріальна допомога в чомусь можливо вас треба познайомитися з кимось звести можете на мене розраховувати я теж готовий долучитися до того що робите ви і до того що роблять всі інші тому що так і має будуватись держава держава, я вже написав це в твіттері це не дешевий газ або не пільги в метро держава це мільйони людей які готові ради спільного майбутнього тяжко працювати і допомагати один одному це закряма люди на сході давайте їх почуємо дайте нам Дебальцева, пожалуйста щоб ці люди, які зараз смотрять нас смотрять з підвалу під обстрілом що б вони хотіли сказати зі славу? Диман, ну вот здесь я должен отметить доволі такі чисті і ухожені дома ремонти в під'їздах здесь ну практично делать не надо може бути где-то і стоїть але от помощі Святослава Букарчака здесь 100% не откажуться вот у нас є секретарь совєта які проблеми зараз в городі после постоянних обстрілів, які і зараз продовжуються? В городі дуже сложна обстановка околи 350 об'єктов повреждено нам необхідно дуже срочно стекло около 7000 квадратних метрів стекла около 3000 листів шифера нам потрібно бутове топливо для населения люди не змогли заготовити в зиму топливо уголь так вони можуть замерзти? уголь, да нам необхідно возобновити роботу банков один банк работает, Ощадбанк в котором один банкомат на весь город і практично він постоянно поломаний і було обстрілено здання? да, і було обстрілено здання позавчера і там вилетели стекла що ще? отоплення для города отоплення для города, спасибо, работает топливо нам обещають в рабочем режиме осуществлять і запас тоже був спасибо большое і ще одне є, коротеньке, мені пообіщали жителі коротеньке обращення, к кому вас обращення? я обращаюсь к правительству нашому прошу, пожалуйста, приїжджайте вместе своїми сейми наш город Дебальцево і хоча б п'ять минут побудьте в цих подвалах і пусть ваші сейми, як ми іспытываем чувство страха смерти чувство холода і голода і я думаю, що тогда би прекратилась ця братоубийственна війна все би було мирно і не призывали нас к автомату нам автомати не потрібен, нам нужен мир, мир, мир! спасибо большое, Дима можна я готов отреагувати на це? да, я, во-первых, тоже хочу сказать, что я все, що смогу, готов буду помочь і сделать первое, що я сделаю, це обращуся к Андрею Пышному, главе правления Ощадбанка, щоб він занялся роботой по розділению я уверен, що вони помогут второе, по поводу матеріальной допомоги, которую ви попросили я, конечно, не чиновник і не работаю в правительству, але я сделаю все, що возможно, своими силами завтра же, я думаю, що ми через телеканал узнаемо все, що вам нужно і все, що в силах моїх і моїх друзей, які як-то можуть помочь, ми соберемося і поможемо, чим можемо в ближайші дні я обещаю зробити все, що можу, можете на мене рассчитувати Дякую большое, для цих людей це дійсно важливо давайте ми Майдан вызовемо на связь там, напомню, Ірена Карпа і Сергей Кудімов, мій колега я готов вам задати вопрос перед тим, у мене коротеньке питання і попрошу коротку відповідь вашу просто я б хотів поспілкуватися часу я все розумію скажіть мені, ви були народним депутатом після Померанчої революції ви склали Майдан я там знайшов вашу цитату ви казали чому і ви казали через цей распіку чи не станеться так, що нові люди які прийшли після нового Майдану вони змушені будуть кинути той Майдан так, як ви зробили ну, я не кидав ніякий Майдан майдан, мандат ну, перш за все моє бажання прокласти мандат на стіл було виклинуто в першу чергу тим що я знав, що моя робота поза Верховною Радою на той момент буде ефективніше я хотів продовжувати робити щось для країни і зовсім не розчаровувався в конкретних методах вважав, що в мене є ну, в мене менше шансів ніж було би в іншому випадку я вважаю, що українським політикам поки що не вистачає об'єднання заради великої світлої мети і не вистачає, як би сказати сили духу і, можливо, мудрості наступити на власні амбіції я до останнього сподівався, що, наприклад всі демократичні сили об'єднаються в одному блоку цього не сталося я вважаю, що це велика помилка сподіваюсь, ця помилка їх сьогодні навчить і вони більше їх не будуть робити тому що я думаю, що ми б швидше сформували уряди, коаліцію, якби вони всі були в одній команді але не помиляються тих, хто нічого не робить і задача, я зараз не говорю до політиків говорю до нас всіх, в тому числі до людей які там зіраною мерзнуть на Майдані наша задача контролювати політиків не давати їм робити стратегічних помилок а тактичні помилки вони нехай роблять, тому що не помиляються тих, хто нічого не робить ну давайте ми їх запитаємо, що вони б хотіли сказати будь ласка, Майдану у нас є репліка з Майдану Славко, ти таке сказав зараз я боюсь, бо закидають просто хай закидають, я відповідаю за всі свої слова добре, добре, Мальяна ну перше, Славко ну я думаю, що що ти можеш зробити це дві речі дуже круті, але перш маленьке прохання дуже хочеться, щоб ти написав пісню про то все а дві два великі прохання перше, очодь громадсько-волонтерський рух збери президента, збери прем'єр-міністра збери всіх діючих парламентарів позбирай волонтерів я знаю, що це важко, але ти це можеш зробити і друге, ти людина, яка може говорити зі Сходом говори з ним, їдь туда і цих людей здебальствую ти, Ірена, багато хто з наших може переконати ми були у Пєсках там люди даються говорити але з ними треба говорити а Дороговцева їздила по звільних територіях і ви їдьте у нас є такий мистецький десант їдьте всі разом, збирайтесь, їдьте бо саме ви, люди мистецтва, можете договорити до цих людей Дуже дякую сприймаю глибоко обидва дві пропозиції що стосується першої, то ми вже сформували такий громадський рух, який називається люди майбутнього найближчим часом, я думаю, що цей великий волонтерський рух ми спробуємо організувати але питання не в організаціях і не в назвах, а в тому, що ти робиш кожен день я стараюсь кожного дня маленькими, але скромними справами наближати, як кажуть, наше світло і майбутнє спільне з приводу поїздок на схід їздили, їздимо і будемо їздити і це правильна річ я вважаю, що така кредит довіра, яка є до мене, зокрема я готовий буду виправдовувати і сподіваюсь, що всі разом зрозумієте, це шанс для громадянського суспільства змінити наші голови найбільша наша біда, це цінності нам потрібно змінювати свідомість після того, як ми зміним свідомість реформи підуть самі собою реформи в країні без зміни свідомості будуть сізіфовою працею я хочу, щоб всі про це почули це не означає, що треба зараз не робити реформ але це мають бути паралельні речі зміна свідомості людей і паралельно реформи уряда і влади Дякую, ну ваша участь може бути в цьому найбільшою в тому числі і Готовий, дякую всім всього найкращого і тримайтеся Дякую У нас пан Олег Тягнебук є зараз в студії проходьте, пане Олеже І хто у нас є ще на зв'язку? Поки пан Олег Вітаю, дякую, що прийшли Поки пан Олег до нас йде, у нас є Одеса на зв'язку А дійсно, хлопці, ми готові вас услышати Що вас волнує, що ви хотіли б сказати Отвечаю, а панірую в підтримку того, що говорив Святослав Пожалуйста Дя, Дмитрий, є вопросы До цього Святослав говорив о тому, що необхідно Не треба смотреть по сторонам А необхідно починать себе І вот здесь, зараз, збрались люди Активисты, які якраз являються косяком Общественних процесів в Одесі Ну, в некоторых процесах І якраз сейчас в Одесі Общественні процеси проходять дуже бурно Але діло в тому, що общественники Часто натыкаються на такі проблеми Після которых просто опускаються руки І об цьому якраз хотілося б задати вопрос Є вопрос гостям студії по цьому поводу Представьтесь, будь ласка, в чому суть вашого вопроса Сергій Сарафанюк, член партии Демократичний Лен Суть вопроса в том, що ви люди, які прошедши Майдан Олег, в тому числі, і те, хто знаходиться в студії, наверное, все-таки там ми не видим просто лица Я хотел бы спросить Как ви считаєте, що делать одеситам, якщо власть, городська власть, люди, які называються чиновниками, займаються в тот период, коли йдет АТО, мародерством, препятствують акциям і не дають нам дышати чистым воздухом, захватывая побереже і строя небоскреба в центре Одесі, в историческом центре Одесі, который является гордостью, всемирной гордостью А в чём ваш вопрос? Можете сформулировать его? Що делать одеситам? Що делать одеситам? Нам на улице выходить или нам их терпеть? И когда будет этот предел? То есть мы должны понимать, что в стране война, мы это всё понимаем, раскачивать ситуацию не хотим Но если милиция абсолютно не поменялась, если они крышуют бандитов, как долго нам ждать, чтобы произошли какие-то изменения? Мы не видим этих изменений в Одесі. Вот нам ждать или выходить на улицу? Вопрос к Святославу. Он прошёл 2004-2005 год. Вот в 2005-м мы сели на жопу, извиняюсь, и ждали, когда же произойдут изменения. И как ни странно, через 5 лет всё произошло наоборот. Вот теперь мы не хотим ждать. Мы хотим бороться... Ребята, Одесса, мы вас услышали. Спасибо большое. Святослав только что из студии ушёл. Есть у нас... Олах Сякнебок, вискажите мне. Питание, в принципе, которое сейчас одеситам поставили, я тоже хотел поставить вам немного в другом контексте. Что делать людям, которые пришли на Майдан, изменили владу и видят, что десь буксуют, десь специально гальмуют? Что им на третий Майдан собирать? Насправді, цей Майдан, революція гідності, це була фактично третя революція в українській новітній історії. І ми пам'ятаємо, що перша революція, коли Україна здобувала свою незалежність, вона фактично була незавершена, тому що тоді не відбулася люстрація, не відбулися кадрові зміни, фактично всі ті старі комуністи залишилися при владі і основне залишилася система та сама. Друга революція помаранчево, вона виявилася зрадженою. Знову ж таки, дуже багато чиновників зі старої кучмівської влади залишилося так само кер в державі. І от зараз так само надзвичайно важливо, що ця революція гідності, яка дала людям дійсно оту свободу і можливість контролювати владу, бо українці під час Майдану, вони ж змінилися, психологічно змінилися. І це є основна перемога Майдану. І власне українці переконали самі себе, що вони можуть виходити на вулиці, вони можуть іншими методами, скажімо, тиском громадянського суспільства заставляти владу робити те, заради чого виходили на Майдан. От наразі система влади не змінилася. На заразі дійсно змінилися таблички в кабінетах, люди помінялися, але система залишилася тою самою. І якщо Одеса говорить про ті проблеми, які є свавіллям правоохоронців, які є свавіллям місцевих чиновників, які практично залишилися тими самими. Ми пам'ятаємо, як одеські правоохоронці себе поводили на початку травня місяця. Коли це станеться? Рік прийшов? Ні, воно мусить бути вже зараз. І якщо задає запитання, шановний Одесит, про те, що вони мають робити, я вважаю, що люди вже зараз мають виходити на вулиці, протестувати і тиснути на ту владу. Більше того, після Майдану, що було видно? Що влада, коли був тиск вулиці, вона боялася. Наприклад, в парламенті, навіть колишні регіонали і комуняки, вони голосували разом з представниками сил Майдану по різноманітних питаннях, бо вони боялися тиску вулиці, вони боялися тих смітників, вони боялися впливу громадських структур і організацій. І зараз треба не гаяти того часу і далі тиснути на владу, впливати на цю владу. І наступного року, очевидно, будуть місцеві вибори, вони, напевно, будуть за іншими правилами, то одеситам і всім решта українцям треба скористатися тим і самим йти у владу, для того, щоб безпосередньо впливати на стан справ речей в державі. Давайте ми зробимо просто. Ми почуємо зараз і Майдан, і Дебальцево. Ірина Карпо, Майдан, ви чуєте зараз пана Олега, у вас є до нього запитання, чи репліки, чи коменти? У нас тут є чоловік, який дуже довго вже хоче сказати, учасник податкового Майдану, він навіть колись балотувався сам президент. Будь ласка, ваше питання до пана Тягнебока. Пане Тягнебок, скажіть мені, будь ласка, як можна вас буде відсторонити від влади, якщо в Конституції немає громадського контролю, механізму відслуку і притягнення до відповідальності? Якщо предвиборча програма кандидата є рекламою і засобом агітації, і будемо казати, немає нічого, ми не можемо нічого зробити, і в Конституції немає, навіть законодавчі ініціативи позбавили статтеї 93-ї. Скажіть, будь ласка, що ми можемо зробити? Ну, я тако розумію, не особиста вам репліка, людина просто питає. Людина, в принципі, по суті, задала правильне запитання. Зараз одна з вимог Майдану має бути реалізована новим парламентом. Мусить бути ухвалений закон про прозору і просту процедуру відкликання президента країни, суддів, чиновників і депутатів. Якщо громада обирає собі депутатів, вона у випадку порушення депутатами закону, чи того, що депутати не виконують своїх зобов'язань, громада має мати право легко і прозоро їх відкликати. Набарується цей склад проголосувати? Вони зобов'язані це зробити. Ну, в будь-якому випадку, наші депутати Свободі, всі, які представлені в парламенті, вони вже зараз підготували цей законопроект. І буквально з перших днів роботи сесії цього скликання вже нового парламенту, вони зареєструють цей законопроект і будуть впливати на інших депутатів для того, щоб вони проголосували. Бо це є основа зараз. Питання скасування депутатської недоторканості, прозора процедура відкликання депутатів. Це є ті питання, без яких систему влади, яка була сформована протягом багатьох років, в Україні змінити буде практично неможливо. Більше того, я взагалі вважаю, що не тільки депутатів треба відкликати. Має бути закон про імпічмент президента. Хто би не був президентом чи хто би не був депутатом, він має розуміти, що є певний запобіжник. Крок вліво, крок вправо громада може зреагувати. Має бути процедура відкликання суддів. От ми вважаємо, що судова реформа повинна початися з того, що судді місцевих суддів повинні обиратися, а громада має б мати право їх відкликати. Павел, а давайте запитаємо, що Дебальцево турбує набільше. Андрій Лач, ми готові вас слухати. Що ви думаєте по поводу того, о чому ми зараз в студії говоримо? Дим, люди вже просять потихонечку заканчувати, поскольку їм треба ще якось повернутися дому, а на улиці, тем не менее, обстрели продолжаются. Хотелось би закінчити на позитивній ноті. Тонечка, з яким ми починали сьогодні ефір, вона говорила багато об армейцях, о тому, що вони, можливо, себе неподобаючо ведуть. У вас є обращення позитивно? У мене є обращення к генералу Думанському, який знаходився у нас в городі Дебальцево. Він дуже багато допомог Дебальцево. Більше ему спасибо. І якщо наша українська армія буде равняться на таких генералів, то да, да, быстрее наступить мир. І я хочу поблагодарити нашого мэра Папаяна Александра Дмитрича, який не броїв наш город і до сих пор остається з нами під обстрелами. Нашого начальника милиції Юрия... Начальника милиції? Начальника милиції за те, що він тож остається з нами під обстрелами. Він не уїжджає з міста і допомагає нам. Ми надіємося на мир, на соглашення, щоб сели за стол переговорів і, наконец, загорилися мир. Спасибо, Вадим. Ну, на цій ноті ми вже закінчимо разговор і будемо возвращаться на вулицю, смотреть, що там. Спасибо большое, Дебальцево. Я знаю, в сложных условиях ви сьогодні були, ну, включение из подвала, все под обстрелами. Спасибо, что были с нами. Пане Олеже, у нас є две хвилини до того, як программа завершиться. Як нам буде далі з Донбасом, ваша думка? Ну, українська влада повинна робити абсолютно решучі кроки для того, щоб звільнити окуповану територію. Ось ці представниці, жіночки з Дебальцево кожного разу говорять про мир. Про мир, звичайно, що ми всі хочемо миру. Але миру можна досягнути різними методами. Можна досягнути миру шляхом капітуляції і здачою своїх територій, здачою тих інтересів, які ми повинні захищати. А можна досягнути миру перемогою над безпосередньо ворогом. Саме тому, до речі, ми завжди виступали за те, щоб в Україні був введений воєнний стан. До речі, ця жіночка підтвердила мої слова, бо у випадку введення воєнного стану на тій же території, яка є звільнена, армія могла би залишати своїх комендантів, які б і фактично відповідали за стан справ на цій території. От вона і розказала, що якщо є позитивний український генерал, який робить добрі справи для українського населення, тоді українське населення буде привертатися до української держави. Спасибо большое, що були в нашій студії. Спасибо огромное Одессе. Величезна подяка Львову, що простоїли з нами ті дві години. Ну і величезна подяка Майдану, Ірені Карпі, Сергію Кудімову. Всім, 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 хто був зараз з нами. І хто рік тому багато цих людей стояли на Майдані на тому самому місці. Такими були подробності цієї неділи. Спасибо большое, зустрічімося ровно через 7 днів в следуючий воскресенье. Дякую.